Приветствую вас. Я причитал вот ваш вопрос, где вы как бы говорите о том, что нас достали, но все, достали с проблемой. Я вот не могу, к сожалению, сказать, что считал вашу проблему и что знаю ее, вот. Но то, что вы говорите по поводу того, что понимаете якобы, что достали нас, свидетельствует о занятии, к сожалению, самооценке у вас. И это не очень хорошо для вас вообще в целом. Потому что заниженная самооценка это свидетельство определенных проблем в вашей жизни. Вот. Далее вы говорите, как можно исключить, отключить эту проблему из моей головы. Вы правы, и проблему вашу из головы не исключить, потому что так работает память. Память, она запоминает все, что с вами происходит, и забыть, ну, помимо как, тут только разве что гипнозом не получится забыть. Ну вот, изменить отношение к проблеме вполне возможно. Было бы на то ваше желание. Так что я думаю, я думаю, что это вполне реально изменить ваше отношение к этой проблеме. Главное, чтобы вы реально этого хотели. Вот. Далее вы пишите о том, поможет ли вам прослушивание музыки и так далее. Ну, конечно, надо сказать, что вытеснение, вытеснение, оно, да, оно может, безусловно, помочь вытеснению. Но это, надо сказать, что довольно такой ограниченный и малоэффективный способ того, чтобы забыть что-то. Потому что, ну, по сути, вы, по сути, вы только лишь убегаете от определенных проблем своих. Вот. И я не думаю, что вы эти свои проблемы как-то решаете таким образом. То есть, вытеснение – это хорошее средство, хороший способ, да, но недостаточно хороший для того, чтобы взять и забыть. Вот, взять и забыть всё. Ну, для этого это просто недопазнение. Хорошее самое, что я прочитал ваш предыдущий вопрос и увидел, что там вы пишите о том, что у вашей мамы нет денег на поездку куда-то и вы чувствуете зависть. Понимаете, в чём дело отношение к деньгам, оно у каждого своё, именно отношение к деньгам. Оно угадывает своё. И нельзя однозначно говорить, что вот ваша мама, она не права по поводу того, что никуда не ездить. Кому-то нужно ездить куда-то, а кто-то не ездит никуда. Вот. И, соответственно, исходя из этого можно сделать такой вот вывод, что если, например, вашей маме, допустим, то, соответственно, и ездить она никуда не хочет. Вот. И в этом случае вам необходимо просто самому отношение менять к тому, что произошло. к тому, что случилось. Вот. И всё. Поэтому, поэтому я думаю, что вам необходимо здесь просто постараться поменять своё отношение к данной ситуации вообще в целом. То есть вы требуете от своей мамы каких-то, например, вещей, вы требуете от своей мамы, чтобы она, там, вас, например, куда-то возила или, может быть, вы хотите, чтобы куда-то, вы хотите, чтобы вы куда-то ездили. Но если же я считаю, что важнее коммунальные услуги, сейчас коммунальные услуги реально важнее, то это... это её право. И вам нужно её точку зрения принять просто, потому что она мама ваша. А если вы считаете по-другому, то я полагаю, что вы вправе сами ситуацию исправлять. Я полагаю, что вы вправе сами её менять. И вопрос в том уже, как вы этого хотите сами. То есть, что вы готовы сделать ради этого, для этого. Вот. Это уже вопрос, опять же, скорее к вам. Вот. Ну, проблемы я не видел. Здесь не специально твоя проблема в данной мозгу. И вспоминать они у вас не получатся. Не вспоминать у вас они не получатся. Не вспоминать. Вот. Потому что память это то, что человек неконтролируется. Вот. Но вы можете изменить своё отношение к проблеме. Для этого нужно работать. Для этого нужно работать. Для этого нужно, чтобы вы работали с психологом и меняли постепенно своё отношение. Потому что до проблемок она пока меня не отключится. Ну, разве что, вы можете использовать технику НЛП. Но это точно. И это, в общем-то, при наличии, опять же, средств. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, пишите в личку. Буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Ну, не хорошо! Продолжение следует...